Добрый день дорогие телезрители и радиослушатели. Меня зовут Владислав Кульнев. И я очень плохой ведущий. Самого хорошего проекта на ростовском телевидении. И это проект Ростов Творческий, где мы говорим об искусстве и людях, которые им дышат. А сегодня в моей студии Инна Ишина. Я не знаю, организатор лид-клуба, поэт, маркетолог на нескольких радиостанциях нашего. То есть вся твоя жизнь так или иначе связана с творчеством. Что трудовая деятельность, что, я не знаю, какие-то твои увлечения. Да, Инна, как началось это все? С чего начались стихи? Как вообще творчество началось? Творчество началось с частушек. Да, мне было 5 лет еще не матерное писало. Ладно, я уже надеялся, что ты нас порадуешься. И мы запикаем половину передачи. Нет, мат у меня пошел уже позднее в стихах. Да? Да, 18+. Ну да, да. А ты научилась его читать со сцены? Там любовь и солнце, пи-пи-пи-пи. Ну сейчас там же вроде говорят за слово мата со сцены. Смотри, какая сцена. Если закрытое помещение, то можно... А, то есть ты не думаешь, что там будут вот эти вот, ну, как их назовем, переодетые ГБшники. Которые будут, ага, записываем так сколько там, двушка слова, поехали. А потом ты выходишь со сцены, тебе говорят, ты должна 30. Можно вначале на все так деньги, на все, и матом пошли. Да-да-да, я помню, когда мы когда-то еще давным-давно с Сашей Хребенчуком, мы его вспоминали сегодня, делали одни из первых наших вечеров в арт-кафе «Ложка», который, к сожалению, закрылся. Да, он закрылся. Да, он закрылся совсем недавно. На самом деле, очень печально. И вообще место такое было хорошее. Как панихиду читаешь. Да-да, доброе. Ну, правда, действительно, на самом деле очень грустно, потому что это достаточно... Не знаю, как в чьей жизни, но в моей достаточно и творческий опыт, сколько я там выступал, безумное количество мероприятий, и вообще какая-то атмосфера. А, кухня какая была. Очень жалко. Надеюсь, что они когда-нибудь воскреснут. Я им этого сильно желаю. Слушай, Инна, во-первых, ну, на самом деле вопросов очень много. Очень много, да. Вот, ну, началось все с частушек. Давай краткую биографическую справку. Сейчас добежим до твоего замужества, когда, как бы, можно сказать... Это не точка. На тебе поставили крест. Вот, ну, это я иронизирую, конечно. Вот, и пойдем уже дальше про современность, про Ростов и про поэзию сегодняшнюю. Как дальше? Ну, частушки, хорошо. Ну, частушки, да. Их же жаль, что они матерные. Там это определили. Ну, вот. Пубертатный период и стихи. Обожаю вас эти свадечки. И сразу стихи. А теперь стихи. Ой, как мило. Вот, я понял. Ну, наверное, все, любовь, любовь. Ну, не все. Может быть, прочтешь что-нибудь для затравочки. И пойдем дальше. Ну, давай. Давай. О любви. Не о своей. Да, я тогда предысторию чуть расскажу. У меня девушка долго мучилась в каких-то непонятных отношениях с поэтом. Подружка девушка сказала. С поэтом, да. Это трагические какие-то должны быть отношения. Да. И когда она, наконец, поумнела, она меня так вдохновила, что написала стих. Ну, от ее лица. Она человек, который не пишет стихи. Ну, если бы писала, написала бы именно это. Да. Ну, именно так она и сказала, когда прочитала. Выдыхай меня и бросай курить. Задымил нам обоим всю жизнь. Ну, скажи, о чем нам говорить? Сигареты на стол положи. И давай сегодня без поэзии. Просто чаю выпьем зеленого. Он, говорят, полезнее, а сердце у меня закаленное. Оно выдержит любое молчание. Выдыхай меня. Так будет легче. Ты во мне стих зачал, а я мне выносить его нечем. Знаешь, что вот интересно? Вот этот лид-клуб, да? Когда он начался? И кто его резидент? Ну, четыре года назад. Я недавно, буквально вчера вспоминала. Думаю, сколько лет лид-клуба? Ну, около четырех, там, плюс-минус. Когда начинался, наверное, у истоков стояли, ну, я, я и еще я. Ну, нет, ну, мне помогали, естественно, мои друзья. И, наверное, они до сих пор со мной. Да, это Лика Попевненко и Олеся Клетчикова. Потом к нам присоединился Игорь Лаптев. И вот он, каркас лид-клуба состоялся. То есть, потом... Сейчас, спустя четыре года, сколько уже человек насчитывает лид-клуб? Ну, выступающих, да, то есть, это люди, с которыми, если я знаю, что вот, у меня намечается выступление, и подбираю, да, я знаю, что этим людям я позвоню, да, если они могут, они выступят, но это около порядка двадцати-тридцати человек. И вот, смотри, тридцать человек хорошо поэтов, а зал? Вот, ну, смотри, как бы, и зал это разный, да, если мы возьмем тот же самый кафе «Ложка», вы все пришли в тридцатером, да? И больше там места нет, наверное, они расширятся сейчас будут скоро, поэтому и закрылись. Потому что это достаточно тяжело, даже когда ты любишь поэзию и живешь ей. Конечно. Когда ты, вот, я очень люблю там поэзию. Но при этом долго ты не будешь сидеть и слушать. Да, помимо того, что я пишу там сам, редко там, но что-то пишу, да, я учу чужие стихи, да, и как классиков, так и наших современников. Я очень многих ростовских поэтов знаю наизусть некоторые стихи. Но сейчас не об этом. Когда я попадаю там на какой-нибудь фестиваль, да, или на большое лицо чтение именно стихами. Несмотря на то, что я заточен под эту, вот, и люблю это всем своим существом даже, не сердцем, даже всем собой люблю. Больше сорока минут это тяжело. Ну, поэтому для меня это такая всегда, да, вопрос был и какой-то камень преткновения, как и большим дать выступить. И выступление все-таки, у нас сейчас есть какие-то литературные сообщества, где выходят ребята, но в основном очень юные, и читают по два, там, три своих стиха. Что ты можешь сказать людям за два стиха? Я не понимаю этого. С другой стороны, когда выступление затягивается, и люди уже там режут вены, засыпают, это тоже нехорошо. Ну, поэтому как-то определилось, две части обычного литклуба, по сорок минут как раз. Следующий вопрос, критерии отбора чтецов. То есть, те, кто читает. Я поняла, да. Те, кто читает. Как это, от и до проходит, скажем так. Ну, да, в любом случае, да, мы вспоминаем, когда на один из поэтических вечеров пришел один из, я не знаю, активистов ЛДПР. Те, я помню, кошмар такой, он огромный такой, у него еще, там, я не знаю, там это были настоящие пистолеты, или вот он в этой вот, в этой выкладке, и он пошел. Причем что-то такое, ну, вот невменяемый какой-то товарищ был. Это у меня на литклубе было, или где-то? Нет, это у нас было еще когда-то. У меня что-то подобное было. И он вышел, и это, слава богу, в зале сидело три десантника, которые его еле оттуда вывели, разоружили, это был вообще какой-то кошмар. То есть, как вообще допуск? То есть, вот с того момента, я помню, мы перестали делать свободный микрофон. У меня тоже был как-то случай, когда на свободный микрофон пришел какой-то парень-рэпер, и люди, ну, я не знаю, я просто пошла пить текилу. Я не знала, что делать, я не знала, как его убрать с этой сцены, я хрупкая женщина, я не могу кидать камнями в человека. То есть, и после этого есть понятие свободного микрофона литклуба, но оно немножко отличается, да, то есть, есть основное... Не совсем свободное. Не совсем, да. Это пишем. Ну, нет, я не скрываю, потому что есть выступления литклуба, мы теперь, ну, последний год, наверное, подходим серьезно, мы репетируем, мы хотим это сделать единым представлением, каким-то шоу, чтобы люди приходили и наслаждались. Каким-то качественным чтением, качественным содержанием, чтобы одно вытекало из другого, а не просто очередное... То есть, вы готовитесь отсматривать и стихи, так и выступающие? Да, да. Ну, это основной контент выступающих, те, которые в основной части. Потом есть свободный микрофон, это люди, которые мне присылали свои стихи. Я смотрела на них, да, то есть, не всех я видела на сцене, но, как правило, да, я хочу посмотреть, как человек будет читать. Потому что есть стихи неплохие, и, как я себе представляю, думаю, вот этот стих, да, прочитать бы сочно и красиво, а выходит человек, он еще волнуется, боится. Я это все понимаю. Я первый год на сцене, возможно, ты помнишь, я стояла с листочками, меня трясло, но все приходит с опытом. И, конечно, да, я понимаю, что из этого человека может вырасти хороший выступающий. И мы работаем, мы репетируем. Стихотворение Я хитрый, я сейчас тебя буду, видишь, эксплуатировать совершенно бесплатно. Хорошо, я как раз к семейной жизни говорил, да, да, да. Наварила прозы на день, запекла стихи под рифмой, и рассказы, как оладьи, я пожарила на мифах. Не доварена поэма, гости все и так съедят, перечитанный маэм на сковороде измят, пересоленный буковский, слишком пресный пастернак, стол стихами накрыт броско, только мужа кормить как. Очень круто, очень круто, очень жизненно. Ну, ты знаешь, да. Ну, да, 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 простой холодильник, денег нету, а также гастроли и ангажементы. Дорогая, чем ты меня будешь кормить? Стихами? Да, 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 до свидания. Пока. Я был в этом, скажи мне, на барахолке, и там вот такая чудная женщина, она тоже поэтесса, я так понял, она там модой занималась, там еще чем-то, на барахолке, там подвальчик один есть. Она говорит, и вот я, говорит, стою на остановке и вижу человек знакомый, почти родственник, муж. Я плохо, как ребенок. Такая милая женщина. Кто гости? Гости. Лид-клуба. Гости лид-клуба, те, которые мы приглашаем. И сколько их еще, вот такой вот вопрос. Интенсивность посещения, интерес к тому, что ты делаешь. Не именно, допустим, я сейчас, может быть, где-то как бы, ну, субъективно к тебе обращаюсь, а на самом деле мне интересно мнение в общем об интересе к поэзии в Ростове, в современной России. Ну, я могу сказать про Ростов, да, через призму своего лид-клуба, за последний год увеличилась в разы. И самое приятное, это молодежь. Я уже себя к молодежи, наверное, не один. А ладно, ты перешница. Молодежь, я имею в виду студенты, да, и этого не было. То есть, когда мы начинали, людей, увлекающихся литературой, современной поэзией, ты да я, да мы с тобой. То есть, сейчас какие-то возникают литературные сообщества, кружки, и, ну, опять же, это, наверное, все, благодаря интернету люди перестают бояться выкладывать все это в сеть, а, соответственно, читать со сцены. И вопрос рубрика. Вот все эти люди выкладывают все это в сеть, и сколько же в этой сети мусора? И как выбрать, что действительно настоящее, что мусор, да, и как человеку, который делает действительно достойные вещи, продукт, да, не имеющий каких-то там прозорливых качеств вот этих вот, да, выбиться, получить какую-то, не знаю, известность. Если вы не можете не писать, да, то пишите. Если можете не писать, не пишите. И у меня даже как-то был период, когда, мне кажется, я могу не писать. Не писала несколько месяцев, потом понимала, ломка, ломка начинается. И, наверное, меня могут понять экстремалы, которые долго не катаются на сноуборде, на лыжах, и у них летом начинается, скорее бы, зима и кататься. И вот что-то подобное, и сразу мысли в голове уже просто бурлят, хочется это все. Ну, вот ты успешный поэт, не знаю, как насчет экономически успешный, но точно я знаю, что успешный в плане того, что у тебя уже есть свой слушатель, да, там, читатель, так сказать, так называемый. Есть уже какой-нибудь сборник, ты выпустил что-нибудь еще? Ну, сборник я еще давно выпускала, и после этого как-то руки не доходят. Ну, вот про читателя у меня недавно была такая. Вот ты уже как бы в определенном смысле уже успешный человек. Как молодым начинающим людям, которые действительно верят, которые там понимают, что вот то, что они говорят, действительно, особенно, как говорили в одной там интересной передаче на телеканале «Культура», что каждый человек, который пишет про любовь, он точно знает, что это последние слова о любви и самые лучшие, которые только могли быть сказаны. И все, кто до него писали, все дураки, и те, кто дальше будут писать, тоже идиоты. Вот. В общем, целом, каждый творец, он верит, что это действительно его настоящее, это вот действительно то, чем он должен заниматься. Вот. И если он не будет в это верить, то, извините, мне кажется, ему даже если он не может не писать, лучше ничего не писать. Ну, это мое мнение. Как алгоритмы, наверное, успеха, как ты считаешь, какие должны быть? Что нужно делать? Ну, помимо того, что закатать рукава, там, засечь три с половиной года голода. Ну, ты знаешь, мне всегда, еще в детстве, когда я писала такие, откровенно, очень плохие стихи, и мне мама всегда читала, ну, я, естественно, ребенок восторженный, открытый, мама стишок написала, отвратительный стишок читаю, и мама всегда говорила, ты пиши, пиши, когда-нибудь количество перерастет в качество. И в этом плане у меня, наверное, получилось, ну, в той или иной мере, и поэтому, если человек хочет писать, пусть пишет, 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 но при этом всегда оглядывается на классиков. Ну, это мое мнение, опять же, я не Маяковский, который просит скидывать классиков с корабля культуры. И когда-нибудь, либо будет этот рост, либо человек поймет, что это... Хорошо, вот он внутренне вырос, качественно вырос на бумаге, вот, как ему теперь вырасти социально? Я не знаю. То есть ты не отвечаешь на эти вопросы, в принципе, секрет. Это не секрет, я же, я себя не считаю успешным поэтом. Если я буду успешным поэтом, я когда... Хорошо, что кто понимает тогда успешность в поэзии? Когда у меня будут гастроли по всей России, я, наверное, начну себя чуть-чуть считать успешно. Ну, я думаю, что они все-таки будут, мы позанимаемся этим все вместе, потому что это в любом случае процесс коллективный, одному человеку однозначно не справиться. Хотя в тех же Клайо, у того же классика было сказано, что и один в поле воин, если он Чацкий. Такой вот вопрос. Люди искусства, культуры, не только литературы, я знаю, ты общаешься с очень многими. У искусства, у творчества есть в любом случае свои проблематики. Ну, мы понимаем за экономическое отсутствие там финансовой поддержки и прочего, прочего. Вот. Но есть еще и личностная проблематика. Что мешает активистам культуры и искусства города Ростова-на-Дону сделать его второй культурной столицей России? Интересно. Ну, на самом деле, последний год роста интереса, ну, опять же, к литературе я не могу сказать про все сферы, меня очень радует. И мне кажется, почему бы нет? Нет, почему? Если будет такая тенденция продолжаться, может, Ростов станет расти культурно, да, и дорастет до уровня Питера. Я очень этого хочу. Ну, радует то, что действительно молодежь, студенты, они приходят, они хотят. Я не спросил сейчас, что тебя радует. Меня интересует, что не радует. Что не радует. Ну, опять же, наш, наверное, потому что Ростов был всегда купеческим, и именно финансовая сторона всегда важнее для всех. Может, это. Не знаю. То есть, ты не находишь молодующее в людях творчества, искусства, которые стараются продать себя подороже. Нет? Нет такого? Может, я немного общаюсь с такими людьми. Так, 4 годика, недостаточно, по-моему. С кем я общаюсь, да, ребята, которые пишут, которые читают со мной. Ни у кого из них я не видела какого-то желания сделать все ради денег, да, скажем так. То есть, искусство ради искусства, оно остается жить в сердцах людей. Слава тебе. Сегодня я буду спать спокойно. Ну вот, а теперь стихотворение. От хорошей женщины вечером уходят. В лоб целуют, в щеку и скучают вроде. От безумной женщины в торопях бегут. И такую женщину желают лишь врагу. От развратной женщины. Утром на носочках. С ней всю ночь как транспортом. На скорости, по кочкам. От болящей женщины откланиваются днем. И такую женщину не ищут днем с огнем. От печальной женщины в любое время дня. Из-за поклоны эти на боль должна пенять. А от истерички никак не отвязаться. Она хватает за руку и спит. Не разжимая пальцы. Когда у вас следующее выступление? У тебя есть хороший шанс сейчас пригласить всех? И нас в том числе. Возможно. Да, у меня как раз по идее сейчас начнется бурный рост лет клуба. В плане количества выступлений. У нас 14 числа. Февраля. Февраля, да. Запланировано. Мы каждый год уже несколько лет подряд в одном и том же месте. Выберу от паб. Собираемся. И показываем всем, насколько разносторонним может быть День всех влюбленных. В этом году у нас жесть Святого Валентина. То есть можно прийти кого-нибудь замочить там у вас? Ну, вербально. Вербально замочить можно. Не пользуется. И потом 23 числа, ну, рабочее название День рождения Музы. Это вот как раз моя подруга, которая меня вдохновляет своим образом жизни на написание стихов. Она родилась 23 февраля, и мы решили это приурочить и сделать более... Да, девочка. На самом деле, очень классно, когда приходят именно на ее День рождения мужчины, которые... Мы не любим 23 февраля, а мы к тебе на День рождения. Мы с вами прощаемся. Это был проект Ростов Творческий. Мы в гостях в моей студии Вайн Эйшина. Руководитель Лит-клуба. Поэт. Просто хорошая девчушка. Вот, а мы ждем вас на выступлениях Лит-клуба. Меня зовут Владислав Куньев. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова